Накануне прошла встреча главы Артемовского городского округа с жителями Артемгресса. На встрече Вячеслав Квон напомнил жителям о том, что было сделано за последние годы в Артемгресс. За 2021 и 2022 годы было сделано комплексное благоустройство придомовых территорий, а также был проведен капитальный ремонт многоквартирных домов. Также Вячеслав Квон поделился с жителями планами на будущее. Что мы планируем? Планируем в 2023 году у нас будет комплексное благоустройство, это Братская 22-24. Когда мы говорим комплексное благоустройство, это говорит о том, что мы благоустраиваем не только придомовую территорию, но и прилегающую территорию с обустройством каких-то детских, спортивных площадок. Вот это мы сделаем по этим адресам в этом году. Также мы планируем асфальтирование дворового проезда с обустройством скамеек, мусорных урн Каширская 43. И там у нас мы запланировали еще поработать с системой водоотведения, с ливневой системой. В 2023 году мы планируем по капитальным ремонтам этого Рашилова 34, Добровольского 17. Также в рамках краевой программы мы запланировали капитальный ремонт подъездов, это зоологическая 12. В 2024 году у нас капитальный ремонт Ворошилова 23, электроснабжение Ворошилова 26, электроснабжение Днепростроевская 16, Днепростроевская 21. Мы также запланировали на 2024 год реконструкцию, ремонт вашего фонтана. На встрече жители задавали немало вопросов, особенно остро стоял вопрос по общественному транспорту. Вопрос в том, что сегодня не налажено транспортное сообщение. С момента, как ввели ограничения по грузоподъемности, по проезду путепровода, вот с этого все и началось. К сожалению. Так вот скажу, такой большой город, как Артем, сегодня не имеет своего автотранспортного предприятия. К сожалению. И это произошло лишь не так давно. В 2018 году это не так давно произошло. Понимаете? И сегодня действительно муниципалитету очень сложно работать с коммерческими организациями. Это коммерческая услуга. К сожалению, город несет в том числе субсидии для того, чтобы пассажирские перевозки здесь были. Также жители поднимали такие вопросы, как благоустройство дворов, медицинский стационар, который отсутствует в поселке. То профилакторию закрыли, больницу недавно закрыли, мы отстояли ее, а ее закрыли. Все-таки не на тем докатанием сделали. Сейчас еще поликлинику, столько больных и детей, и взрослых. И Сбербанк забрали у нас. Была когда-то детская больница, с нее началось. И все убирает. И обидно. И мне больно за тех, которые совсем немощные, вынуждены сейчас будут мотыляться в этот Артем. На такси не наездятся они. Это вопрос с убежищами. Тут не только случай, тут уж вообще, по-моему, такая обстановка, что пора бы задуматься и краевым властям, и нашим городским, и жилищным коммунальным хозяйством. Но, в общем, в нашем доме, 31-й дом по улице Братской, вообще-то должно быть убежище. Но оно в негодном состоянии. И в поселке, если вот что случится, то нигде мы не найдем. Где спрятаться? Глава округа Вячеслав Квон ответил на все многие вопросы, попросил взять на заметку и решить. Также отметил, что основная проблема территории – это невыстроенный диалог с жителями у руководителя территориального управления. Поэтому в ближайшее время наверняка будет принято кадровое решение. Вероника Климова, Денис Надельный, Светлана Нуре, Городский, Новости, Телеканал Лента. Вероника Климова, Денис Надельный, Светлана Нуре, Городский, Новости, Телеканал Лента.